Валерий Георгиевич, после матчей с Таджикистаном и Узбекистаном, результаты которых были разочаровали, говорили, что интерес к сборной падает. Вы это как-то ощутили? Я нет. А как вам сегодняшняя атмосфера, когда порядка 200 человек собралось вокруг поля? Опровергает ли это как раз то, что интересует? Не знаю, конкретно это опровергает или нет. Интерес. Я не почувствовал на себе, не знаю, даже не на себе, а не в прессе, не в интернете. Как были эти обсуждения. Хорошие, плохие, они такие. Болельщики были разочарованы. Есть внутреннее чувство, что хочется реабилитироваться в предстоящих матчах за последние игры. Игрокам, может быть, они с вами говорили, вы с ними. Реабилитироваться, я считаю, что не за что, прям конкретно. Давайте так, говорим уже сколько раз говорили, и говорим, к чему мы готовимся, пока не понимает никто. И когда это вообще будет, тоже никто не понимает. Поэтому здесь какие-то реабилитации, говорите. Реабилитироваться за проигрыш в Хорватии, да, можно. Там уже сейчас, сейчас уже и футболисты другие, и все другое. Так что хочется, еще раз повторяю, эти сборы, эти игры нужны нам для того, чтобы, во-первых, показать, что да, что мы все еще есть, и вспомнить, вспомнить, наладить или отладить, наверное, это громкое слово будет сказано, что за одну тренировку сегодняшнюю и завтрашнюю предыгровую, что трудно, наверное, наладить или отладить, ну, хотя бы где-то что-то вспомнить и попытаться это воплотить на поле, это показать. Вот и все. Абсурдами в команде возможны предстоящие турниры в Азии? Я ни с кем не обсуждал еще. Коллеги Владимирович, почему тренировка проходит именно на базе «Динамо»? Ну, потому что здесь поле открытое, поле готовое, а в Новогорске нужно было поле расконсервировать его, там, для одной тренировки, для полторы тренировки, наверное, я думаю, что смысла не было, поэтому и тренируемся здесь, и «Динамо» любезно предоставила нам свое поле, так что я думаю, что это логичнее. — Иран, наверное, самый сильный соперник после бана России. Можешь говорить, что здесь все-таки выйдет на первый план результат? — А что изменилось? Соперник сильный или слабый? Результат он либо всегда на первом плане, либо всегда не на первом плане. — Ну, до этого стало ощущение, будто даем возможность молодым игрокам показать себя. — Ну, и сейчас тоже даем, и будем давать возможность молодым игрокам. Ничего не изменилось, просто вне зависимости от того, кто соперник. Хочется выигрывать всегда, естественно, да. Но глобально же ничего не изменилось, очки нам за это в рейтинге «Фифа», наверное, да, не знаю даже. Или тоже нет, но мы не боремся за выход никуда. — Ну, выигрывать, понятное дело, хочется всегда, но проверить себя там. Одно дело на фоне Таджикистана, другое дело на фоне команды, которая играла на чемпионате мира. — Вот и проверим, да. Вот и проверим, да. Но опять же, еще раз повторяю, очки давайте так. На сборах, когда команды, клубные команды играют, хочется играть сильные команды, а не со слабыми, правильно? Ну, очки за это не дают, и тренеры, любой тренер там на сборах пробует, смотрит, понимая состояние игроков. Но во голове угла не стоит результат. То же самое, по мне, то же самое и сейчас здесь. Нам надо, хочется, естественно, любой футболист, любой спортсмен, даже не футболист, хочет выигрывать. Что в футбол, что в хоккей, что в нарды, что в карты. Это само собой. Во голове угла это, то есть рисковать, допустим, чем-то здоровым, если были официальные матчи, да, можно было. Сейчас нет смысла. — Валерий Герчу, вы хотели видеть сборные Мирончука и Головина, но внезапно они получили травмы. Это совпадение? — Сто процентов. — А вы с ними разговаривали? — Да. — Какой был разговор? Что они сказали? — Расстроены были. Геручи ходили приехать, очень хотели, но вот так получилось. Поэтому есть ли смысл приезжать? Мы все равно хотим приехать. Я говорю, ну смысл тогда приезжать, раз вы травмированы, смысла нет. Смысл летать вам, пол Европы облетать для того, чтобы приехать сюда, чтобы на вас посмотрели, сделали еще одно МРТ, увидели ваши повреждения, отправили обратно. Смысл, говорю. Но они сами, конкретно и Леша, и Саня, хотели приехать еще, просто увидеться. — Погостить? — Глубо говоря, да. — От Монако и Тарин были официальные медицинские документы? — Да, конечно. Я говорю, еще раз сделать МРТ. Они прислали все МРТ, показали все медицинские процедуры, анализы, которые они сделали. После этого принимали решение, естественно. — Валерий Георгиевич, сегодня появилась информация о том, что утром приезжали до педкофицеры к игрокам сборной. — Вчера еще. — Вчера еще. — А вы можете рассказать какие-то детали? — Честно говоря, я спал, поэтому детали какие-то раскрыть не могу. То, что в 4 утра или в 4.40, по-моему, нагрянули, да, это было. — Но игроки не негативно реагировали? — Ну, а вы бы как реагировали, если в 4.40 возбудили непонятно ли чего. — А выяснили, кто эти люди, Олег Георгиевич? — Кто эти люди, это кто? — А которые приходили к Русалу? — Русалу или кто это? Нет, не знаю. — Насколько это нормально в такое время приходить? Я говорил еще раз с Афоновым. — В этой жизни много чего ненормального происходит сейчас. — Все говорят, что хотя бы в 7 приходит утром, в 4.40. — Ну, это я про это и говорю, да. В 6-7 утра уже приходили. В 4.40 ненормально. — Вы с кем-то говорили из Аэрофест на эту тему? — Да, сказали, что получили мы такое приглашение. — И еще, а ваша точка зрения, надо ли играть в Узбекистане, в июне, при плюсах? — Еще раз повторяю. С одной стороны, да. С другой стороны, естественно, это не очень так вписывается. И в это время как раз отпуск на 11-е, по-моему, июня. Сейчас все еще стоит, по-моему, финал Кубка даже. Поэтому кто попадет, те команды, которые попадут из этих команд, футболисты, как могут оказаться, значит, не окажутся. Плюс, ну, самое главное, наверное, даже не то, что уже начинается отпуск. Ну, и это тоже в меньшей степени, там, без отпуска, значит, без отпуска. Другое дело, что поля, те поля, на которых мы играли, опять же, там еще не было подтверждено, где это будет происходить. Вроде бы это Бишкек и Ташкент, вроде бы. Но в Бишкеке, помните, не знаю, помните вы или нет, какое поле. И если оно еще будет и сухое, если еще и будет плюс 40, ну, это убийство называется. Поэтому здесь надо подумать. Ну, у вас было время подумать, если решение будет за вами, играть или не играть в турнир. Смотря где, смотря когда. Может быть, это будет в Ташкенте, а не в Бишкеке. Может быть, поменяется, то есть не было ничего понятного. Ни дат конкретных, ни конкретной логистики не было понятного. Когда будет это все понятно, тогда можно будет принимать решение. С идеологической точки зрения, небольшой шаг в Азию, как вы его воспринимаете? Да, мы же давно его сделали. Так-то мы играем со всеми азиатскими командами. Ну, чем больше будет турниров, пусть это товарищеский, но за ним может пойти официально, тем уже бесповоротнее будет это решение. От меня что вы хотите услышать? Как вам это решение о переходе в Азию? Ну, его нет, его нет, а другого варианта нет. Варианты есть какие-то еще? Ну, сейчас нет. Ну, вот рабочая группа... Остаться в Wi-Fi или в Азии? Есть, конечно. Сейчас нам говорят о том, что... Про то, что играть с кем. Вы ждете какого-то решения, Борис Георгиевич, от рабочей группы, которая обсуждает эти моменты оставаться в Wi-Fi или переходить в Азию? Знаете ли вы ее, в принципе, о существовании, о том, как она работает? О существовании знаю, как работает, не знаю, и какие решения или что обсуждается, не знаю. Борис Георгиевич, в расширенный список, который был опубликован 6 марта, попали Никита Чернов и Игорь Дивеев. Никита Чернов 4 марта получил травму, а Дивеев до этого просто не играл в матч. Это была какая-то ошибка или как-то рассчитываешь? Нет, никакой ошибки по поводу Никиты Чернового. Не было информации, в тот момент, когда мы опубликовали список, не было информации, насколько серьезная эта травма. И по поводу Дивеева, при разговоре с ним, говорили, что все начинает уже восстанавливаться. Опять и сыграл он даже в Кубке 30 минут, сыграл и вышел сейчас против Зенита, но опять получил травму. Так что никакой ошибки не было, а была надежда на то, что эти игроки смогут помочь. В чемпионат России вернулся Артюр Дзюба, и он рвется в сборную. Я у него спрашивал об этом после первого матча за Локомотив. Скажите, для него дверь в сборную закрыта, или есть шанс еще у него оказаться в национальной команде? Если что-то поменяется у нас, если вернут нас, то да, шанс есть у любого игрока, как это было до этого бана. Вызывали игроков, не знаю, кому он был за 30, но условно у Ерохина, да и Дзюба того же. Собирались вызывать, и он первый раз был не готов, второй раз по семейным обстоятельствам не приехал. Валерий Георгиевич, ну пока нас не разбанят, у Дзюба нет шанса попасть в сборную. Потому что мы сказали, что свыше 30 лет ни у кого нет шанса. И забудьте про вратареи, либо вы не понимаете, либо, не знаю. А что тогда Пизякова вызвали, ну условно, потому что он не полевой игрок. Нет дворной Чалова и Уткин, с чем связано их отсутствие? С тем, что вызвали других игроков. Но вас не устраивает Чалов чем конкретно? Один из лучших бомбардиров чемпионата? Устраивает. Почему не устраивает? Устраивает. Тогда почему его не выполняют? Потому что вызвали Тюгавина, Камлеченко и Соболева. То есть вы в принципе считаете, что они лучше? В принципе нет. В принципе не знаю, кто лучше вообще. Кто у нас лучший нападающий в России, не знаю. На данный момент. Тогда почему на этот матч будут подпочить тех, кого вы назвали, они не взяли Чалова? Да. Потому что решили, что этих игроков на данном этапе лучше будет с этими игроками. Уткин? Уткин опять же вызвали других игроков, условно Пруцова, условно Облекова. Ну как вариант. Это связано с тем, как Уткин сейчас играет? Ну это совсем связано. Не может быть одной и только причиной. И это тоже. Калорийный Миранчук. Вы только их рассматривали из легионеров. Я имею ввиду просто Асдоева, но ему 30, и Миранчук, и Черешев 31. Понятно, что они чуть по возрасту, но тот же Асдоев прям на пороге, можно сказать. Нет, не рассматривали. Валерий Георгиевич, после травмы Джекиев в сборной осталось два номинального центрального защитника. Осипенко и Солдатенков. Будете ли наигрывать Баринова или Литвинового в центре? Есть варианты с Ильяновым, есть варианты с Литвиновым, есть варианты с Барином. Вы разделяете, Валерий Георгиевич, разговор о том, что «Спартак» стал базовым клубом сборной? Учитывая, сколько футболистов «Спартака» сейчас составим. В смысле разделяете. Согласны ли вы с тем, что «Спартак» базовый клуб сборной в данный момент? Пока да. Сегодня да, на следующий сбор нет. Просто в течение обстоятельств, да? В данный момент, давайте так, команда, идущая на втором месте, играющая, даже были игры 11 русских футболистов, команда, идущая на втором месте, откуда вызывать это еще? Нет, простите. Чем сейчас Камличенко был сильнее Писарского того же? Понятно, что вы объяснили, что взяли троих, но кажется, что три гола у Писарского, два у Камличенко, один, конечно, в Денальте у Писарского. Что может быть сейчас, чем Камличенко был сильнее, чем? Одного достаточно? В единоборствах, ну, как вариант. Достаточно одного? Помимо голов или не голов, еще раз повторяю, статистика, Соболев ни одного не забил, да, по-моему? Ну, вот именно. Ну, да кого он виноват, что судьи не засчитали чистые голы? Тогда бы у него два было, тогда бы вопросов не было, да? Получается так. Ну, вот, я говорю, хотя бы единоборство. Нет, сборный Зоблина, он как-то дает пояснение перед каждым вызовом? Перед каждым, нет, но мы с ним договорились, да, мы с ним тогда еще договорились, что пока такая ситуация, нет такой необходимости, нужды, так скажем, на результат, по крайней мере, решили дать ему паузу, он попросил, вернее. Дали паузу в связи с его здоровьем. Ну, человек проводит в Спартаке 90 минут. Я проводил в Риалсе Седаде по 90 минут в 35 лет и в 33 года сказал, что я в сборную больше не могу ездить, потому что мне надо восстанавливаться между играми, чтобы проводить. Зоблину нет 33 лет. Проблемы со здоровьем. У него, знаете, тогда какие. Я еще должен медицинскую карту его смотреть. У него спросите. Да он не хотел про сборную говорить. Ну, так, ну, а я здесь причем. Вы чувствуете, что в связи с результатами, которые были показаны в прошлогодних матчах, с азиатскими командами вокруг сборной копится негатив? Да, негатив копится всегда, когда не выигрываешь в играх, сразу копится негатив, не важно. Понимают люди это, не понимают, не важно. Но вы не чувствуете, что это достаточно опасный путь, потому что вы людям не объясните, что вы строите сборную на будущее, которого может и не быть. И при этом команда не может обыграть сборную Таджикистана. И? Что сборную Таджикистана наши футболисты обязаны обыгрывать в любой ситуации. Так, и? И? Но не обыграли. Так, бывает. Перед вечером с большим трудом обыграли Киргизию и сыграли в ничью с Узбекистаном. Если сейчас будет негативный результат с Ираном, пусть команды, которые в уровне чемпионата мира, а потом будет Ирак, то критика будет очень жесткая. Ну, первый раз что? Ну, покритикуют еще. И дальше что? Критикуют всегда. Когда команда проигрывает, критикуют всегда. Вы не согласны с той философией, что сборная России при любых обстоятельствах должна показывать результат? Любая команда должна показывать результат. При любых обстоятельствах. Я не вижу с командой, которая выступает на сборах. Она эта сборная, которая играет в цветах национального флага. Да, в цветах, да. А кто-то играет в цветах Спартака. Кто-то играет в цветах Динамо. И болельщики Спартака, либо Динамо, либо Ростова, если команда проигрывает на сборах. Начинается критика. Начинается негатив. Или когда, наоборот, команда выигрывает на сборах. Все хорошо, все хлопают в ладоши. Как же здорово, как же замечательно. Потом начинается чемпионат, а эти команды не выигрывают. Как вариант. Вы не чувствуете, что если сборная еще не обыграет несколько азиатских команд, то к официальным матчам сборная будет готовить другой тренер? Ну, ради бога. Все проблемы-то. Если примут такое решение, кто-то примет такое решение, ради бога. Кто-то держится за это место. Вы разговаривали с господином Дюковым по поводу перспектив наших в Азии? Нет. Разговоров не было? Нет. Вы в последнем интервью насчет приглашения сборной Армении сказали, что было бы некрасиво, если бы вы покинули сборную Ростова. Вы так критичны к себе или у вас к игрокам, которые сейчас переходят в другие команды, участвуют с Инаир Тепензиан, такое же отношение было бы? То есть это некрасиво? Нет, это решение каждого отдельного человека. Здесь осуждать никого нельзя или критиковать. Игорь Ильич, первый матч после Бана в России, сколько вообще важно, как вы думаете? Ну, в целом, просто по этому матчу, что с Ираком, с Ираком в Питере в России. Ну, замечательно. Замечательно. Надеемся, что после года отсутствия, так скажем, на внутренней арене сборной, во-первых, будет и поддержка, во-вторых, будет результат. Олег, давайте несколько заключительных вопросов. Потому что РФС дал мне пояснение, что через некоторое время после разрешения ФИФА, Малком и Каудини все-таки могут сыграть за сборную России, если они захотят. При решении, при согласовании, возможно, когда футболистам оформляли русский паспорт, запрашивали ваше мнение? Нет. В будущем, когда-нибудь эти футболисты могут вам пригодиться? Может, меня уже не будет. Только что сам сказал. Сейчас еще две игры проиграем, сказал, поменяю тренера. Чего с чего, об этом загадите. Когда это будет? Через два года? За два года может многое измениться. Даже за один день бывает многое может измениться. Может быть, да. Посмотрим. То есть у вас спрашивали, по-моему? Нет. Планируются ли от заявки? Я так понимаю, что не РФС этим занимался. Правильно, Сереж? Ну, я не уверен, кто подавал документы в Минскому. Ну, я тоже. Я не уверен, что это РФС сделал. Планируются ли от заявки или до заявки, например, для того же матча в Питере? Возможно, да. Посмотрим, что произойдет в Иране. Даже сегодня ночью. То есть, был бы Макарчук был и не стало. Например. Если можно, последний, самый лучший вопрос. В Иран летит 25 человек, получается? 25, да. Если ничего не случится, все по дороге. В соцсети сборной попал ваш кусочек диалога с Соблевым. Вы ему сказали, что все набираешь, чтобы больше бегать и пихаться. Можете пояснить контекст? То есть он набирает мышечную массу и становится ли он лучше. К сожалению, не мышечную массу. Не мышечную массу, к сожалению. Спасибо, ребята. Ну, подумайте чуть-чуть. Что можно еще набирать? Морисович, как на это реагируете? Как видите. Как вам вообще в роли человека-мема? Потому что я смотрю в соцсетях сборной, там с Барином, минут 5-10, 8-го, вот эта вот история. Ну и предыдущие там темы всякие, как вы реагируете вообще? Как вы видели, как я с Барином реагировал на эту тему. Прекрасно. Второй так и реагирую. Спасибо большое. Улыбаюсь. Спасибо. 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 Спасибо.